Беззаветно и преданно любил родную тундру Николай Иванович Таврат, любил своих сородичей, настоящих людей, Лаура Витланов, Холорчинской тундры и служил своему народу верой и правдой, строил светлое будущее. И таким его запомнили земляки, улыбчивым, с искрящимися глазами, всегда живо реагирующим на события и новости. Николай Иванович Таврат родился 4 мая 1923 году. В тундре Холерча у подножия холма Шапка-Холм или называют Худой-Холм. В семье кочевника-оленевода Ивана Воскаргатовича Лелихая маму звали Мария Константиновна Аринаут. В семье было семеро детей. Коля родился четвертым ребенком. И в пору, когда он родился, это уже весна в тундре, столько света, ослепительный белый снег, голубизна и лиловый ягель уже из-под снега виден. На проталинах брусника краснеет. И в это время перелетные птицы возвращаются к себе на свою родину. В такое прекрасное время появился человек на земле. Своим криком объявил о том, что он на эту серединную землю пришел. и крик его раздался по всей тундре нашей. Его назвали Колей, а так звали его Таврат, что значит идущий вперед. Крепыш, можно еще сказать, что он кочка, а кочка, она такая твердая, твердынь, тверть, поэтому он вот по жизни его имя стало фамилией. Он рос таким непосредственным среди своих братьев и сестер и был такой жизнерадостный, добрейший души. И все ему было интересно. Как только он выйдет из Яранги, то вся природа и в этой природе, когда человек в гармонии с природой, он рос среди птиц, животных, среди любимых оленей. И совсем еще маленького отец брал на дежурство, на окарауливание оленей. Так он мужал и рос. А в ту пору, в 32-м году, в местечке Плахино, что в 70-ти километрах от районного центра, на протоке Стадухинской, открылась первая школа для чукотских ребятишек. До того, как он поступил в школу, его отец он не дал, не отдал в школу. Сказал, оленей пости можно и без грамоты. Но спустя несколько лет у него сознание изменилось мнение, и он подумал, что да, действительно, без знания в этой жизни сложно будет жить сыну, и он его уже перероско отдал в школу. После окончания школы в 40-м году он уже пошел работать в колхоз Турваурге. Он считался уже образованным. Четыре класса, это уже действительно человек уже нельзя его было назвать безграмотным. И он был среди своих сородичей, обучал их грамоте. Из стойбища ходил, не было ни книг, ни письма, ни тетради. На старых церковных книгах они писали. Порой для них тетради белым листом бумаги была просто ровный наст снега. И они писали по нему тольняком. Люди потянулись к новой жизни. Потомственный оленевод, владеющий всеми навыками традиционных занятий чукчи, он был прирожденным лидером. Великолепно ориентировался не только в хозяйственной жизни, но и в социально-экономических проблемах оленеводов. Николай Иванович он уже как бы с оленеводом он стал там же щитоводом. Потом за его такую активную жизнь комсомольскую работу привлекли. И в 1947 году он стал уже председателем колхоза Турваурген. Что значит новая жизнь? А колхоз Турваурген это чисто оленеводческий колхоз, но объединились еще колхоз Красная Звезда, это Рыболовецкий колхоз был. Ну, конечно, я тоже не могу пропустить. Это было время, когда он уже взрослел, все осознавал. Это не понаслышке жизнь прожил и видел, как же людям хочется жить, изменить свою жизнь. А рядом с ними были его наставники, первые руководители района, председатель Кочевого совета Мельгивач Николай Иванович. На их примере он рос. В постоянном общении с ними он все это познавал и насколько же это было важно изменить эту жизнь, уйти из этого, облегчить. Труд оленевода, охотника рыбака на севере, когда студенные морозы, лютые ветры, обжигающие как лезвие ножа, а летом гност, жара, зной, когда олени бегают по кругу, а в августе бегают еще и за грибами. Это очень было сложно работать. И будучи председателем колхоза Турваургин, конечно, старался все сделать. На сотни километров раскинулись угодья колхоза Турваургин. Новая жизнь. Какие думы волнует сейчас бывшего пастуха, председателя колхоза Николая Ивановича Таврата, диригата исторического 21-го съезда Коммунистической партии Советского Союза? Кажется, все учтено в перспективном плане колхоза. Не один раз обдумывали мы каждый его пункт, каждую цифру. С новой меркой подходят теперь коммунисты к колхозным делам. Стали местечки Колымское уже строить колхозные дома. Но не все и не с первого раза могли тундровое население как бы устроиться в этих домах. Им было очень трудно. Как это можно ходить по твердому полу. Как это дом у них это стены прямые допустим. Сложно. Уговаривали некоторых. Но все же переходили в эти дома и жизнь облегчалась. Потом уже в 61 году он становится директором укропненного все колхозы когда Алеры и Халарчи и Нижнеколымска и Походска все объединились тогда образовался совхоз Нижнеколымский и он был первым директором. А до этого еще жители Нижней Колымы и не только Нижней Колымы вообще всей нашей республики избрали депутатом Верховного Совета РСФСР в 59 году. Маша предлагает написать что их председателя колхоза избрали депутатом Верховного Совета и они провожали его в Москву. В том же году вообще интенсивно росло село наших тундра ходили 37 и более тысяч оленей Это каждом отделении в Андрюшкинском отделении и Колымском отделении совхоза было по 10 бригад оленеводческих И вот работали знатные оленеводы потомственные целые династии В ответственный момент приехал сюда председатель колхоза Идет массовый отел В такое время не сомкнешь глаз не засидишься в палатке не доглядел опоздал может погибнуть наврожденный олененок Николай Иванович он был сразу такой заметный вот прилетал вертолет или самолет если это весна то у него уже была кепка брючный костюм и его можно было сразу среди всех узнать он приехал чтобы детей развозить по всей тундре это 10 бригад это сколько полетов на вертолете Ми-4 еще маленький такой вообще как руководитель он вообще не мог подолгу сидеть в кабинете три дня стоило посидеть уже ему надо было ехать встретиться с коллективом первой в Советском Союзе плавучей электростанции Северное Сияние узнать как у них там обстоят дела что какие неполадки может что-то нужно какие у них наказы завтра он уже ехал рыбакам походска по участкам ездил а летний период он они летели на самолете Ан-2 и садились на любое озеро а Нижнеколым Край это страна тысячи тысячи озер там есть огромные озера которые наши республики занимают первые места и Николай Иванович такая у него была легкая походка всегда такая жизнерадостная улыбка добрейшей души человек каждого ребенка знал по имени и когда приезжал в бригаду то все расспрашивал как живот чем питается чего не хватает медикаменты ли все есть кинобанки или ну в общем все-все должен был он оленевод должен был достойно жить это снабжение продуктами спецодеждой как там колымском пошивочном цехе изготовляет для оленеводов спецодежду потом не только же он заботился о людях тундры целый район на его это 65-го года по 83-й год он был председателем райисполкома Нижнеколымского района весь район он руководил всеми организациями предприятиями нашего района а знаете как интенсивно рос наш район Черский когда-то он был районный центр Нижнеколымск потом во время войны перенесли этот районный центр в Нижние Кресты и в 63-м году переименован был Черский это действительно оазис в тундре на самом дальнем уголке Якутии какой город будто добрый подсолнушек царстве белой зимы так пели о Черском и там были очень крупные предприятия почему так стало вдруг это разрастаться развиваться потому что там был настоящий очень важный транспортный узел во-первых это речной Триколымы а выше еще Магаданская область Симчан Триколем строилась дорога до Билибина до Билибинского района золотоносной Чукотки потом это Колымо-Индигирское авиапредприятие парк самолетов был более ста какие летчики асы трудились ежедневно в любую пургу могли посадить в это стойбище конечно они всегда брали Николая Ивановича и как бы звали его шутя штурманом потому что случаи бывали разные то кто-то заболеет кто-то потеряется или еще что-то а бывают же и конечно же наш район всем хотелось попасть хотя это была пограничная зона но так как у нас такое мощное это авиапредприятие было авиаторы же обеспечивали водную вот морскую проводку суден потом они снабжали и обслуживали экспедиции на северный полюс теперь в колхозный поселок регулярно прилетает почти новый самолет как раз сегодня колхозные пионеры ждали письма друзей из далекой Литвы ну что это на конверте незнакомый обратный адрес Москва 556 школа с помощью авиации радио стирается чувство удаленности от большой земли надежно держит связь комсомолец Николай Черепов радиограмма соседнего колхоза колхоз Турваугин Тарату ваш вызов соревнования 59-й год рассмотрели принимаем Титаренко Свою трудовую деятельность Николай Иванович посвятил развитию родного края традиционных отраслей севера улучшению жизни и быта коренных жителей района сохранению уникальной природы Арктики которую он безгранично всей душой любил Говорит Москва Московское время 12 часов Вчера в Большом Кремлевском дворце закончила свою работу первая сессия Верховного Совета РСФСР 5-го созыва В работе сессии принимали участие 835 депутатов представляющих 33 национальности и народности населяющих Российскую Федерацию Он всегда душой болел за экологию природы тундры Я хочу сказать когда еще он был в Москве корреспондент спрашивал что значит для вас отчий дом и он говорил так мой отчий дом стелется на тысячи километров где привольно зимой ветром и пургом а летом цветам и птицам нет пожалуй на земле на земле такого уголка где человек был так близок природе человек всегда находился в гармонии это была его колыбель поэтому он вот душой болел за то что вот допустим вездеходы они же верхний слой же это разрушают и он за это очень переживал и хотел чтобы тундре были заказники и он организовал заказник Чайгургина и вот он туда выезжал и находился и ему конечно было очень это хорошо в тундре я хочу сказать что с того времени это с 86 спустя пять лет в Колымском решили открыть музей и там собирали старейшин руководителей села и общим решением они решили краеведческий музей назвать то есть дать имя Николая Ивановича Таврата соратника друга и чтобы он всегда остался жил в нашей памяти в 93 году наш краевед заполярный Алексей Гаврилович Чукачев наш уважаемый земляк он написал книгу сын тундры еще хочется сказать что именем Николая Ивановича назван буксир теплоход который по сей день работает на Чукотке морском порту Певек есть даже видеофильм такой с высоты птичьего полета маленькое маленькое желтое пятнышко толкает огромное огромное морское судно и это когда смотрим то это так это на душе щемит еще на всю громкость говорят Таврат Таврат поспокойнее не надо так напирать и от этого становится на душе хорошо в 2003 году в той школе где на участке Плахина где учились чукотские дети то там наши земляки установили памятный знак в виде Яранги а в 96 году в памяти памяти Николая десятилетие памяти Николая Ивановича на том месте у подножия Шапка Холма установили памятный знак Николаю Ивановичу там где он родился и сейчас мы с моей подругой Людмилой Гавриловной Романовой преподавателем русского языка и литературы собрали книгу воспоминаний и пока она еще не издана как бы хотелось чтобы эта книга вышла память живет о Николаю Ивановиче в наших сердцах в народе и не только в нашем районе а живет еще вообще в республике и так как жил он такой жизнь яркую прожил много хорошего сделал именно жителям севера например в нашем районе село Андрюшкино в числе первых был построен полностью благоустроенное село по сей день жителей села помнят о нем и говорят и благодарят с именем Николая Ивановича Таврата нижнеколымчане связывают период бурного роста района в годы его руководства район стал настоящей жемчужиной Арктики район живет еще теми пользуются и живет теми когда все дружинники Нижней Колымы успешно создавали вот наш такой крупный район который всегда был первых рядах среди районов севера и вообще республики это был развитый очень крупный район